МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Представители окружной власти в ходе рабочей поездки проверили ход ремонтных работ в Хариверском доме культуры. Почему работы ведутся с отставанием? Движение «Жизнь». В Нарьинмаре открылся первый парк активного отдыха. Жители города каких возрастов могут покорять настоящие вершины? Старейшему селу округа Тельвиске 445 лет. Как прошли праздничные мероприятия и какие сюрпризы подготовили для жителей гостей юбилея? Прокурор Ненецкого округа Николай Егоров в рамках рабочей поездки в Индигу провел личный прием граждан. Обращения поступившие от местных жителей касались разных сторон жизни поселка. В частности, граждане жаловались на необоснованность счетов об оказанных услугах Севержилкомсервисом, повторное взыскание предприятиям стоимости оплаченной доставки угля, покупки бензина. Поступили жалобы и на качество питьевой воды, после очистки которой остается осадок. При этом плата за воду взымается с каждого жителя. Я, например, не пользуюсь такой водой вообще. Откуда вы воду берете? Из луж, из ручейков. Ну вот дождевая вода. На хозяйство у нас колодец, это там техническая вода. Мы просто несколько раз брали, но вода такая, белый налет на ней иногда, что даже мы, например, упить не можем, варить из нее не можем. Поэтому плотим каждый месяц, но не пользуюсь. Не знаю, нас лично не нравится, нам вода. Сейчас проверку проведем, тем более, что в рамках подготовки школы мы тоже будем контролировать вопрос, чтобы дети обязательно получали чистую воду, ну так, как и все жители. Жалоба поступила и на организацию утилизации твердых бытовых отходов. Неудобный график вывоза мусора, необходимость принятия мер для очистки окрестности поселка от металлического лома. Кроме того, беспокоит местных жителей и сама выгул собак. У меня сейчас были внуки, два раза за ними гнались овчарки, в моем присутствии причем, что мы вместе шли. Когда я к Владимирею подошла, он мне говорит, напишите заявление, мы отправим в прокуратуру, прокуратура приедет и будет разбираться. Но заявление мы не писали, скажу сразу. С хозяевом поговорила, говорю, потому что овчарок развилось очень много, и они вот ходят все бескидетные. Также в рамках работы мобильной приемной прокурора округа граждане обратили внимание на плохое состояние дороги, ведущей к водозабору, незаконную добычу песка в карьере на окраине поселка. Кроме того, жители пожаловались на нерешенные жилищные проблемы. По поступившим обращениям организованы проверки, которые взяты на личный контроль прокурора Ненецкого округа. И теперь перенесемся на юго-восток региона, в Харивер. Там накануне с рабочей поездкой побывали представители окружной власти. Представители Департамента образования, культуры и спорта, а также сотрудники профильного ведомства, отвечающего в частности за строительство, осмотрели социальные объекты. Ну а одна из главных целей визита – проверка хода ремонтных работ в местном Доме культуры. К подрядчику возникло много вопросов. Алина Ваучейская расскажет подробнее. В центре Харивера вовсю кипит работа. Строители спешно готовят бревна для замены фундамента главного культурного учреждения поселка. Красивое оформление и современное оборудование с одной стороны, и огромные трещины с другой. Именно так сегодня выглядит Хариверский дом культуры. Это здание было введено в эксплуатацию в конце 2014 года. С того момента оно ремонтировалось уже несколько раз. О том, что здание сельского дома культуры в плачевном состоянии, стало понятно почти сразу после его открытия. Объект возводили строители из Ставропольского края. И, вероятнее всего, при работах не учли особенности Крайнего Севера. Видимо, это здание было сразу построено с нарушением технологии. Принималось тоже. Я не понимаю, как. Затрачено по сметной стоимости. Я смотрел 46 миллионов рублей. Плюсом 3 миллиона рублей на ремонт полов. 5 миллионов на систему отопления. Еще 8 на капитальный ремонт в текущем году. На этот раз переделывают фундамент и маскируют трещины, которые образовались в процессе просадки здания. Срок на выполнение работ до 1 сентября. Местное население обеспокоено. Новый подрядчик может не успеть к этому времени. Когда завозить планируете? Остальные материалы, когда завозить? Я в понедельник поеду завозить. Вам ведь надо по 6 дней, потому что река сейчас через пару недель мы уже встанем. У нас проблемы будут. Меня запланировано было на эту неделю. Поехать, формировать трус и вытаскивать сюда. Представитель подрядной организации явно не ожидал такого натиска со стороны местных жителей. Фирма, которая должна привести в порядок Хариверский дом культуры из Архангельска. Вероятнее всего, поморские строители не были готовы к сложностям с логистикой. Тем не менее, факт остается фактом. Работы ведутся с отставанием. Сейчас с департаментом будем проводить работу за полярным районом, потому что то качество и скорость выполнения работ нас, в общем-то, не устраивает. Потому что подрядчикам озвучивается дата к 1 сентября, но мы понимаем, что сейчас практически ничего еще не сделано. Как предусмотрен был ремонт соколя и как раз косметический ремонт, но темпы достаточно низкие. Поэтому я думаю, что мы сейчас проведем совместную работу, чтобы ужесточить контроль за данным объектом. Представители окружной власти напомнили подрядчику об ответственности за срыв установленных сроков. Кроме того, теперь ход ремонтных работ на объекте будет взят на особый контроль. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», поселок Харивер, Ненецкий округ. В окружной столице стартовал первый этап работ по реконструкции улицы авиаторов. Как сообщили в Управлении городского хозяйства, сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Выполняется разметка, подрядчик приступает к отсыпке дороги и геодезическим работам. Проектом предусмотрена реконструкция перекрестков и примыканий. Также в планах установка двух автобусных остановок с заездными карманами, обустройство тротуаров, отделенных от проезжей части газоном и другие виды работ. В целом подрядчику предстоит выполнить ремонт трассы протяженностью 742 метра. От поворота дороги в районе дома номер 12 по улице авиаторов до ее примыкания к асфальтобетонному покрытию по улице Российская. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены не позднее 1 сентября 2020 года. Добавлю, автодорога по улице авиаторов – один из двух муниципальных объектов на территорию региона, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 74 миллионов рублей направлены из окружной казны на выплаты многодетным семьям с начала 2019 года. Речь идет о ежемесячной социальной компенсации в связи с рождением третьего и последующих детей. Она перечисляется семьям до достижения ребенка возраста 3 лет. Таким образом, компенсацию сегодня получают 544 окружных семьи. Как пояснили в профильном ведомстве, размер выплаты в течение полугодия менялся в связи с уменьшением размера прожиточного минимума на детей. Так, с января по апрель 2019 года выплата составляла 21 228 рублей, в мае-июне – 21 023 рубля. Напомню, право на получение указанной выплаты распространяется на многодетные семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения. Заявление на предоставление социальной выплаты принимают в отделении социальной защиты населения. Старинное село, некогда первая столица Ненецкого округа, место первоначального издательства газеты Нарьяна Виндер, Тельвиска отметила свой юбилей с размахом. О том, как прошли праздничные мероприятия, расскажем прямо сейчас. Гостей праздника встретили яркие хороводы у социально-культурного центра «Престиж». Оттуда девушки в разноцветных сарафанах, будто с сильным течением реки Печоры, буквально унесли гостей в концертный зал, где уже на первых минутах торжественного вечера зрителей захватило зрелищное представление. Постановка участников регионального форума Тельвиска-Арт, рассказывающая об истории развития села. Почетными гостями мероприятия стали первые лица округа, которые выступили с поздравительными адресами, желая селу процветания на долгие годы вперед. Кроме того, за личный вклад в социальное развитие региона 16 жителей Тельвиски были награждены юбилейными медалями Ненецкого округа. Среди них и Надежда Николаевна Кренц. В 1973 году она приехала в округ на временные заработки, но осталась здесь насовсем. Говорит, получилось, как в известной песне «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». Экс-глава Тельвисочного сельсовета призналась, что влюбилась в жителей Заполярья. «Вообще на севере народ очень гостеприимный, душевный, тепло встречают, любят гостей. Ну, а Тельвиска всем этим обладает в самой большой степени. Здесь самые добродушные, самые приветливые, самые гостеприимные люди». Сегодня Тельвиска – это активно развивающийся, перспективный населенный пункт Ненецкого округа, в планах которого лишь расширение социальных и промышленных границ. «В планах развития имеется территория под строительство физкультурного, оздоровительного комплекса, имеется участок под строительство домопрестарелых. Также активно идет у нас благоустройство села. В этом году мы планируем строительство новой детской площадки и строительство площадки спортивной для занятия фитнесом и гимнастикой». После торжественной части и концерта праздник перенесся на улицу, где работники социально-культурного центра «Престиж» организовали интерактивные площадки для гостей праздника. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Первый в городе. В это воскресенье на площади Ленина прошло открытие парка активного отдыха. О том, на какую целевую аудиторию рассчитаны развлечения, расскажет Наталья Кислякова. Анастасия Апицына занимается спортом и ведет активный образ жизни. Свободное время проводит в фитнес-клубах города. Поэтому, когда услышала об открытии парка активного отдыха, не раздумывая, пришла. Анастасия признается, даже несмотря на серьезную физическую подготовку, преодолеть скалодром очень тяжело. «Очень страшно. Если ты первый раз на высоте, на высоте, и когда особенно ты боишься высоты, как я, я высоты боюсь очень сильно. Для меня забраться на лестницу высокую, и то страх. Здесь я попыталась преодолеть тебя. Я это сделала, но это очень страшно, и нужно хорошую физическую подготовку. Я хочу еще попробовать и полосу препятствий на веревочном парке. Я бы с удовольствием. Нам бы побольше в городе именно спортивных объектов, чтобы молодежь тянулась к спорту и старалась вести правильный образ жизни». По уровню сложности скалодром может сравниться с веревочным двухуровневым парком, который, впрочем, пользуется большим спросом у детей. Вооружившись экипировкой, Ирина Семешкина попыталась пройти дистанцию. «У нас в городе мало всего интересного, и я сюда буду чаще ходить». И если у Элины получилось преодолеть уровни веревочного парка, то большинству ее предшественников удача не улыбалась, и на помощь приходили инструктора с новейшим оборудованием, которое легко доставляло ребят обратно на землю. Парк активного отдыха состоит из нескольких зон. Двухуровневая веревочная дистанция, скалодром – отдельная площадка для балансбордов. В шатре расположен тир «Гидробол», а неподалеку – батутные арены, на которых, к слову, показали мастер-класс на римарские ямакаси. Впрочем, это не все сюрпризы. Специально в честь открытия проводились различные стафеты и конкурсы. Один из них заключался в том, чтобы креативно поздравить всех с торжественным открытием. 2019 год в Ненинском округе объявлен Годом здоровья. И все мы знаем, что здоровье бывает не только физическое, но и эмоциональное. Мне кажется, такой парк дает нам прекрасную возможность все время поддерживать себя на эмоциональной высоте и физической прекрасной форме. Спасибо большое людям, которые создали такую прекрасную зону. Я надеюсь, что она будет расти и процветать. И удачи тебе, Илья! Новый парк вызвал повышенный интерес у жителей и гостей города. Илья Кадзейкин, руководитель проекта, признается, такого потока желающих не ожидал. Открытие проходит бешено. Сегодня великолепная погода. Была хорошая рекламная кампания. Людей очень много, клиентов очень много. Мы все разрываемся. Мы уже как белки в колесе реально уже устали. Хотя прошло-то всего лишь два часа вроде бы. Но самый главный позитив, то, что людям нравится. Им это интересно. И они везде на каждом хотят попробовать, что на веревочном, что на скалодроме. С ребятами, паркурщиками поскакать вместе, поучиться чему-то. Кто-то там в гидробол стреляет. Реально очень заходит. В ближайших планах у организаторов проводить каждое воскресенье различные чемпионаты. Также скоро в продаже появятся абонементы на посещение парка, что существенно снизит стоимость для постоянных клиентов. И буквально на днях стартует конкурс на самое креативное название парка активного отдыха. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В минувшую субботу в девятый раз любители активных выходных собрались на турнире по рыбной ловле, приуроченному ко дню рыбака, организаторами которого выступили региональное отделение партии «Единая Россия» и Центр арктического туризма. Как провести летний выходной день не только с удовольствием, но и пользой, знают участники турнира по рыбной ловле, которые собрались сегодня на реке Куэ. Улов сегодня будет у всех. Количество желающих побороться за звание лучшего рыбака растет с каждым годом. В этот раз за рыбацкой удачей на берег реки Куэ приехали более 70 человек, из которых более трети – представительницы прекрасной половины. Самая юная участница, шестилетняя Вероника Гладкобородова, приехала на соревнования со своим папой и уже вытянула первый улов. А рыбку не поймала еще? Рыбку поймала. А где она? Можно посмотреть? В пакетче. Вот такая рыба. Но если участников столько, что они растянулись далеко вдоль берега, то номинаций всего девять, и каждый старался быть лидером хотя бы в одной из них. Думала, первую рыбу поймаю. Но не успела дойти у нас далеко место, а кто первый пришел, так уже поймали. Ну, надеюсь, хотя бы везучий. Номинация там есть, да? Везучий рыбак. Победа в номинации «Первая пойманная рыба» уже на первых минутах турнира оказалась в кармане у Вячеслава Семенова, который признается, что просто обожает рыбалку. Мы всей семьей любим заниматься. Мы ездим на любые соревнования, которые по деревням ездим. А есть у вас какой-то семейный секрет? Знаете, нету. Просто удача. Да, просто удачей и просто душой. Но, кажется, отец семейства слукавил. И секрет у Семеновых все-таки есть. А вы просто начервей ловите на дождевых, да? Да. Сами ростим. Сами? Сами ростим у себя. Дома в ящичке подкармливаем картошечкой, бананами. Всем, чем только можно. Организаторы турнира, региональное отделение партии «Единая Россия» и Центр арктического туризма предусмотрели все. Дежурство силовых структур, торговые палатки, полевую кухню для бесплатного питания участников, культурную программу на период подсчета результатов и даже биотуалеты. Мы все-таки преследуем цель, это привлечь массовость. Люди отдохнули, получили удовольствие. Ну, конечно, спортивные результаты – это уже на втором месте. Ну, действительно, чтобы отметить этот праздник в округе, любят рыбную ловлю, у нас много рыбаков. Поэтому создать хорошую атмосферу, хороший праздник для людей. Добавлю, в планах организаторов следующий юбилейный турнир сделать межрегиональным, пригласив ближайших соседей и, конечно, жителей отдаленных муниципалитетов округа. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Телеканал «Север ВКонтакте».